Здесь я был Вася с ошибкой намерена. Подобные неграмотные надписи мы встречаем на скалах, путешествуя по горному Алтаю. Авторы и создатели мозаичного арт-объекта – барнаульские художницы Ольга Береста и Катерина Витвинова. Своей идеей они решили не просто скрасить плачевное состояние дорог, но и привлечь внимание к наскальному вандализму. С детства настораживало, ну то есть настораживало, меня возмущало это, как можно на горах написать. То есть это то же самое, что сломать дерево. И что действует, движет этими людьми. И я думаю, что это амбиции и мания величия. И мы решили вот это вот гадкое качество перенести, как и детей, переключить в позитивное русло. То есть они могут делать совершенно то же самое, только с пользой и принесить пользу обществу. Четыре дня уходит на создание мозаики. Ее художница Ольга Береста выкладывает дома. Затем пятикилограммовый и при этом очень хрупкий арт-объект привозит на место. После пять часов непрерывной работы. За две недели у художниц получилось разукрасить семь городских выбоин. Доброе дело и время затратное, и накладное. Очень накладно. Вот я сейчас... То есть, во-первых, это бензин. Бензин сейчас дорогой. Я езжу, разыскиваю площадки. Потом я езжу в магазин. Потом я езжу... Это временное потом затратно. Потом это... Я покупаю дорогой клей, который зимостойкий. На семь арт-объектов, я вам сейчас скажу, у меня ушло около пяти тысяч рублей. Ну, в смысле, учитывая все, не считая того, что работа в подарок. Идея скрашивать дыры на дорогах не на варос, просроена сегодня во всем мире. Так дорожные хирурги появились в этом году и во Франции. К слову, в Барнауле это уже не первая попытка улучшить дорожную инфраструктуру. Четыре года назад стоматологи заделали ямы зубными слепками. Вспоминает создатель известного городского паблика. Заблатки из мозаики, конечно, не спасут машину от повреждений, но точно порадуют пешеходов. Кстати, многие, увидев новость о необычном и полезном творчестве в интернете, начали оставлять скептически настроенные комментарии. Мол, сейчас увидят власти и накажут за несогласованное проявление доброты. К слову, на днях к Екатерине и Ольге подходили сотрудники полиции, проверили документы и поблагодарили за неравнодушие и любовь к родному городу. Валентина Аскерова, Александр Антропов, День с толком.